Олифление готовую икону, выполненную яичной темперой, покрывают пленкой соответствующим образом обработанного масла олифой, что изолирует живопись от влаги и других вредных воздействий воздуха в основном этот довольно ответственный процесс. Сводится к следующему, законченную и достаточно просушенную в течение 5-6 часов икону кладут на горизонтальную плоскость и подогревают в нужном количестве олифу перед нанесением. Её на доску мастер, обнажив правую руку от ладони до локтя, протирает ею всю живопись, чтобы на иконе не осталось ни пыли, ни соринок, затем на средину иконы наливается лужица подогретой олифы, нужно следить. Чтобы не было перекоса и олифа не стекала в какую-либо одну сторону, в последнем случае нужно положить что-нибудь под доску, чтобы выровнять её горизонтально. Затем, добавив олифы, её распределяют ладонью по всей живописной поверхности так, чтобы толщина слоя не превышала 1 мм. Если олифы налить много, то процесс её загустения растянется на долгое время. В таком положении доска остаётся до конца всего процессов. В зависимости от влажности и температуры помещения, даже от времени года с марта по июнь самый сухой воздух, олифа густеет быстрее или медленнее в теплом и сухом помещении в среднем требуется 4-5 часов. Чтобы красочный слой достаточно пропитался олифой, подогретая олифа лучше и быстрее впитывается в грунт. Налетая на икону олифа тотчас начинает впитываться в грунт, образуя на поверхности живописи в разных местах матовые островки, поэтому на этом этапе через каждые 15-20 минут олифу необходимо разравнивать часа через два. Когда такие матовые островки перестанут появляться, олифа будет лежать ровным слоем и постепенно густеть здесь опять требуется внимательность, чтобы олифа в отдельных местах не присохла к живописи. Необходимо ладонью её разглаживать. Часов через пять олифа по консистенции становится похожей на густой клей, тогда надо снять излишки загустевшего. Масло листочками папиросной бумаги или ладонью бумага прикладывается прямо к живописной поверхности, поэтому для этой цели используется только папиросная, которая не оставляет на иконе никаких ворсинок, но некоторый тонкий слой олифы необходимо оставить на живописи. Чтобы при полном высыхании не наметились прожухшие матовые места руки во время работы приходится время от времени вытирать. И для этого нельзя пользоваться ни тряпками, ни бумагой. Оставляющими ворсинки вполне подходит для этого папиросная бумага до тех пор, пока оставленный тончайший слой олифы ещё маслица двигается, за иконой нужно следить, так как можно упустить самый. Ответственный момент во всём этом деле разгладить олифу перед самым её засыханием. Дело в том, что мельчайшие пылинки, постоянно наполняющие воздух, оседая, могут застыть на твердеющей плёнке олифы в виде блестящих бугорков, что даёт покрывающему слою неприятную зернистость, чтобы этого не допустить, следует, особенно на последних стадиях застывания олифы, через каждые 5-10 минут энергично проходить ладонью по живописной поверхности от края до края иконы во всех направлениях при этом засыхающая. Олифа под ладонью начнёт издавать звук, похожий на тот, который возникает, когда мокрое стекло вытирают тряпкой или бумагой, фиг, фиг, именно отсюда произошёл термин «фикать», то есть разглаживать твердеющий покрывающий слой, если мастер не упустил последнего момента и успел вовремя пофикать, то застывшая плёнка будет гладкой и блестящей. Наконец наступает момент, когда, как говорят мастера иконописцы, олифа, встанет, трогать её после этого уже нельзя, можно испортить её глянцевую поверхность, нанести лосы, матовые полосы, которые уже не исчезнут, чтобы убедиться в готовности плёнки, следует в неответственном месте, где-нибудь в уголке, осторожно провести пальцем, если остался след, значит, олифа, встала, икона ставится на просушку так. Чтобы на неё не садилась пыль, первоначальное поверхностное просыхание плёнки происходит за 2-3 дня, полная не ранее, чем через месяц, существует большое количество разных рецептов как по приготовлению олифы, так и по приёмам нанесения её на живопись старые мастера знали, что плёнка, создаваемая одним очищенным маслом, высыхает медленно и не имеет глянца, поэтому и добавляли в подогретое масло соль, окись металлов, что превращало масло в олифу. Или растворяли в олифе смолы, превращая её в масляный лак может возникнуть другой вопрос, что делать, если по той или иной причине момент затвердения олифы пропущен другими словами, случилось как раз то, чего именно не следовало допускать олифа в одних, более тонких слоях затвердела и присохла к живописи, в других осталось ещё подвижной несомненно. В таком положении оставлять икону никак нельзя, пересохшие места олифы окажутся потом более высокими островками по сравнению с остальной. Поверхностью и сильнее потемнеют, необходимо их убрать в таком несчастном случае снимают досухо оставшуюся загустев. Шую олифу и наливают свежую, неподогретую с её помощью начинают оттирать пальцем присохшие места там, где плёнка ещё свежа, она растворяется и оттирается более или менее удачно, но там, где она успела крепче присохнуть, неизбежно употребление скальпеля и не исключена возможность повреждения живописи, когда все пристывшие места. Плёнки так или иначе удалены, оставшуюся свежую олифу досухо снимают. Икону как следует просушивают, место, требующее поправок живописи, протирают срезанной долькой чеснока, чтобы краска не соскальзывала, и исправляют повреждения живописи, затем дают свежей краске хорошо просохнуть и снова всю икону олифит, лучше на другой день. В мастерских полях осуществовало особое помещение для покрытия живописи олифой, изолированное от посторонних людей, куда входил или где находился только мастер, этим предотвращалось излишнее движение пыли в воздухе в зимнее. Время после того, как олифа встала, иконы в палихе выставляли «на мороз» в неотапливаемое помещение для скорейшего образования неподвижной плёнки, и это имело положительный результат, и теперь можно иметь в виду этот приём каждому иконописцу.